Одной из тайн прошлого столетия стало житие архимандрита Гавриила Ургебадзе. Кто этот невероятный старец, которого еще до прославления в лике святых почитал весь православный мир? Старца должны были расстрелять, но заступничеством Пресвятой Богородицы расстрел миновал его. Его признали сумасшедшим, выдав справку с диагнозом. Психопатическая личность верит в Бога и ангелов. Удивительно, в этой справке еще одно. Номер справки оказался 666. Все полотно было охвачено ярким пламенем. Как вы можете поклоняться Антихристу? Надо славить Господа Бога Христа. Не слава Ленину, а слава Иисусу Христу. В Ургебадзе 1 мая 1965 года в день демонстрации сжег большой портрет Ленина, который висел на здании святых. Он вел себя дерзко, призывал следователей уверовать во Христа. Говорил им об ангеле. Существование небесных сил Бога. Он обминает о Боге, ангелах, об иконах. Рассказ. Портрет. Читает Игорь Ильин. Утром 13 апреля 1965 года народный художник грузинской СССР Вано Иосилиане, стоя на высокой стремянке, наносил масляной краской последние штрихи на 8-метровый портрет Ленина, который уже через несколько часов должен быть установлен на фасаде здания Совета Министров на проспекте Руставели. Художник был доволен работой. Вождь мирового пролетариата на портрете изображен улыбающимся, с характерным прищуром, знакомым каждому гражданину великой и могучей страны Советов. На самом деле портрет был закончен заблаговременно, но сегодня должна прийти комиссия из ЦК партии. Чтобы полюбоваться им, художнику предложено изобразить окончание работы. И вот он тоненькой кисточкой наносит на мочку уха Ильича последние штрихи в тот самый момент, когда в павильон один за другим входят члены комиссии. «Здравствуйте, Иван Узурабович!» — дружно приветствуют они выдающегося художника. «Здравствуйте, товарищи!» — отвечает художник, повернувшись к входящим, и счастливая улыбка застывает на его лице. «Как идет работа над портретом?» — спрашивает глава комиссии, пожилой полный человек с большой блестящей лысиной, точь-в-точь, как у Ильича. Он останавливается на почтительном расстоянии от стремянки, и ему приходится задирать голову при разговоре с художником. Тот стоит возле уха вождя, по размерам примерно соответствующего человеческому росту. «Заканчиваем, уважаемый Павел Александрович! Последние штрихи!» — бодро отвечает художник, нанося последний мазок бежевой краской. Затем проворно спускается со стремянки, вытирает правую руку о фартук и, продолжая влево держать палитру и кисть, пожимает руку каждому члену комиссии. «Здравствуйте, Павел Александрович! Приветствую, Вахтанг Гурамович! Добрый день, Русудан Иосифовна! Рад вас видеть, Леонид Петрович! С наступающим, Звиадшалович! Давно не виделись, Абрам Ильич!» «Все утро он заучивал имена гостей и сейчас безошибочно называет их. Это производит впечатление. «Какая у вас замечательная память!» — говорит Русудан Иосифовна. «Благодарю!» — отвечает художник. «Ну что ж, позвольте поздравить с завершением работы!» — говорит Павел Александрович. «Думаю, у товарищей не будет претензий к живописи. Всем нравится?» Все дружно, одобрительно кивают. «Выдающееся произведение искусства! Социалистический реализм высшей пробы!» — восхищается Павел Александрович. «Как живой! Правда ведь?» Все опять дружно закивали, а Звиадшалович сказал. «И какая добрая, светлая улыбка у Ильича!» Тут Русудан Иосифовна спросила художника. «Сколько же времени у вас заняла работа над таким грандиозным полотном?» «Три с половиной месяца. Но ведь вы работали не один, конечно, были помощники. Я нарисовал эскиз, потом написал портрет маслом в одну десятую размера. А потом его надо было увеличить в десять раз. Ну, как вы понимаете, это ручная работа, вовсе не механическая. Понимаю, понимаю. Ведь важно, чтобы сохранились все пропорции. Ну, а скажите, — начал было Звиадшалович, но Павел Александрович не дал ему задать вопрос. «Товарищи, давайте поздравим Вано Зурабовича с очередным выдающимся достижением и пожелаем ему дальнейших успехов в труде!» Сказав это, Павел Александрович зааплодировал. Тот час же вслед за ним захлопали в ладоши Вахтанг, Гурамович, Руссудан и Осиповна, Леонид Петрович, Звиадшалович и Абрам Ильич. Потом все отправились в соседнюю комнату, где стояли многочисленные скульптурные изображения Ленина и других деятелей революции. Там был накрыт стол, гостей ждала бутылка шампанского, были приготовлены бутерброды со шпротами и красной икрой, ломтиками нарезана докторская колбаса, стояли тарелки со свежими овощами и зеленью. Начали с шампанского, потом откуда-то появилась водка, а под конец принесли и чачу. Разговор, начавшийся в павильоне на русском, здесь продолжился на грузинском. Прощаясь с высокими гостями из ЦК, Ван Азурабович пожал каждому руку и снова, несмотря на принятую изрядную дозу алкоголя, безошибочно назвал каждого по имени отчеству. Утром 1 мая в Тбилисском храме Святой Троицы совершалась божественная литургия. Служил молодой иеромонах высокого роста, с большими черными глазами и короткой черной бородой. На клиросе пел хор из трех человек. Была суббота пасхальной недели, поэтому литургия началась с многократного пения «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе их живот одаровав». Священник служил красиво, вдохновенно, энергично. Много раз в начале службы, обзмахивая кадилом, он восклицал, обращаясь к прихожанам «Христос воскресе!». Немногочисленные прихожане отвечали «воистину». Богослужение, как обычно, совершалось на грузинском языке. Трехголосный мужской хор пел стройно и красиво, средний голос вел основную мелодию, верхний и нижний следовали за ним. Это древнее пение сохраняется в грузинской церкви с незапамятных времен. Священник служил без диакона и сам произносил «Миром Господу помолимся!» О священном мире и спасении душ нашей Господу помолимся! О мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся! О святим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящим вонь, Господу помолимся! О святейшем и блаженнейшем Ефреме, католикосе, патриархе всей Грузии, честнем при свитерстве, во христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся! Каждое прошение хор отвечал «Господи, помилуй!» Служба шла своим чередом, но чем дальше, тем больше в храм врывалась бодрая музыка снаружи. Священник под пение хора тихим голосом произносил по-грузински «И же херувимы тайнообразующие, и животворящие троицы тресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим по печенье». А снаружи бодрый баритон пел по-русски «Будет людям счастье!» Счастье на века! У советской власти сила велика! И многоголосый смешанный хор подхватывал «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути!» «В коммунистической бригаде с нами! Ленин впереди!» Священник с евхаристическими сосудами в руках, стоя перед царскими вратами лицом к народу, произносил нараспев «Святейшего и блаженнейшего отца нашего Ефрема, католикоса-патриарха всей Грузии, да поминет Господь Бог во царстве Своем!» А на улице бодрый баритон продолжал «И везде, где трудно, дорог каждый час, трудовые будни и праздники для нас!» И вновь хор подхватывал «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути!» Кое-как закончили службу, священник не стал произносить проповедь, потому что все равно никто бы ничего не расслышал. Только трижды громко возгласил в конце «Христос воскресе!» и трижды в ответ услышал «Какое-то робкое и подавленное воистину!» Когда по окончании службы священник снимал себе облачение, пожилой алтарник сказал ему «Плохая была идея служить на Первое мая. Лучше было отменить службу». Священник ничего не ответил, но алтарник, взглянув на него, ужаснулся. В его глазах горел какой-то страшный огонь. Казалось, что он взглядом готов испепелить любого, кто приблизится к нему. Священник вообще-то был со странностями, мог и выпить лишнего, и не в меру веселым иногда казался, а иногда, наоборот, плакал на службе. Но таким, как сейчас, алтарник его еще никогда не видел. Испуганный он отошел в сторону. Сняв облачение, священник направился к Свято-Георгиевскому храму в Кашвете. Этот храм расположен на проспекте Руставели, почти прямо напротив здания Совета Министров Грузинской ССР. Подходя к храму, он увидел гигантский портрет Ленина, размещенный на фасаде этого здания. Несмотря на то, что ярко светило солнце, портрет был обрамлен гирляндой электрических лампочек. Мимо храма шли нарядно, но единообразно одетые юноши-девушки. Но головами они несли большие транспаранты с надписями «Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза! Да здравствует Первая Майя! Да здравствует нерушимый союз советских народов! Слава Ленину! Слава партии!» Надписи были как на русском, так и на грузинском языке. Из репродукторов многоголосый смешанный хор пел В буднях великих стройках, В веселом грохоте, в огнях и звонках «Здравствуй, страна героев! Страна мечтателей, страна ученых! То есть теперь ты поясу, ты к тропикам, ты к полосу Легла родимая, необозримая, несокрушимая моя!» А дальше на другую мелодию звучал припев «Нет нам преград, ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака, Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века!» Шли девочки в белых платьях С цветами в обеих руках Потом девочки постарше в темных блузках С красными бантами на груди Потом мальчики в канинских галстуках За ними мужчины, одетые в парадные костюмы И женщины в нарядных платьях Группы людей чередовались с движущимися на колесах конструкциями Затрапированными красной тканью Наверху каждой конструкции стоял Либо выполненный из гипсокартона памятник Ленину Либо портрет Ленина Священник застыл на крыльце храма И не двигался с места Проходящие мимо демонстранты При виде человека в рясе с крестом на груди Удивленно смотрели друг на друга Его вид резко диссонировал Со всей окружающей обстановкой Тенор из репродуктора пел Мы живем под солнцем золотым Дружно живем Мы горды отечеством своим Любим свой дом Мы горды отечеством своим Все пути открыты молодым Светлые края, родина моя Всюду у тебя Друзья, хор подхватил Глядку дают народу Пусть зеленеют всходы Реют знамена свободы Молодость идет, молодость зовет Молодость идет вперед Эту музыку продолжалось шествие С новушкой девушки поднимали вверх Какие-то обучи и шесты Из которых складывались Деметрические фигуры За девушками парни в спортивных костюмах С портретом первого секретаря ЦК Коммунистической партии Грузии Джонадзе А дальше ехала конструкция на колесах С очередным портретом Ленина Постояв несколько минут Священник резко развернулся И зашел в храм Там пожилая женщина протирала Низ большого позолоченного подсвечника В руке у нее была бутылка с керосином Тамара, дай мне керосин Она узнала его И, распрямившись, ответила Вот, возьми, батюшка А побольше бутылка есть? Есть, литровая Принеси И коробок спичек Она пошла в резницу И через несколько минут Вернулась с бутылкой и спичками Он стоял перед большим распятием И молился Она нерешительно отошла в сторону Широко перекрестившись Он обернулся к ней и сказал Христа распяли А они празднуют И сатану почитают Ну все, хватит Иду на муки, Господи Знаю, что расстрела не избежать Но я всю жизнь мечтал Пострадать за Христа Она столбенела Он имел вид одержимого Глаза горели Все тело было напряжено Как натянутая струна Что ты такое задумал, отец говорил Дай сюда керосин и спички Господи, спаси Что это ты задумал, батюшка? Снова спросила она Широко раскрыл глаза Он молча взял бутылку и спички И быстро вышел на улицу Дверь храма за ним громко захлопнулась Боже мой Боже мой, что он такое задумал Шептала женщина с ужасом, глядя на дверь После того, как мимо Кашведского храма Прошли организованные шеренги пионеров и комсомольцев Началось шествие обычных людей Которые не были выстроены в шеренги И не были одеты в единообразные костюмы Дети несли в руках воздушные шарики Родители шли с букетами цветов И весело разговаривали между собой Из репродуктора звучал женский голос Поднимется солнце, заглянет ко мне Засветится ярко портрет на стене И словно желая мне доброго дня Ильич, как живой, погляди на меня Я ленинцем быть настоящим хочу Чтоб смена смотреть мне в глаза Ильичу Вдруг глаза всех устремились на портрет Ленина Размещенный на фасаде здания Совета Министров Он загорелся Сначала пламя охватило нижний правый угол портрета Потом быстро поползло вверх И в считанные секунды Все полотно было охвачено ярким пламенем Огненные языки лизали уши Ильича Его нос, глаза и губы Там, где только что была улыбка Образовалась черная дыра Которая быстро расползалась в стороны Лампочки по краям портрета начали лопаться Звук, который они производили Напоминал звук пробки, вылетающей из бутылки шампанского В толпе началась паника Подумав, что произошел теракт Люди начали разбегаться в разные стороны Перед горящим портретом на несколько секунд Образовалось свободное пространство И тут все увидели, что возле него На возвышении стоит человек В темном одеянии добят С большим крестом на груди И что-то кричит, размахивая руками Те, кто поближе, слышали сквозь продолжающуюся бравурную музыку «Как вы можете поклоняться антихристу? Надо славить Господа Бога Христа! Не слава Ленину, а слава Иисусу Христу!» Увидев, что возле портрета никого нет Кроме какого-то сумасшедшего, размахивающего руками Толпа ринулась к нему, повалила его на землю И началось избиение Его били руками и ногами По голове, по животу и по спине Он перекатывался по земле, закрыв лицо руками Но ему продолжали вносить ожесточенные удары Когда через несколько минут на бронемашине Приехал вызванный в срочном порядке отряд солдат На месте портрета стоял железный каркас На котором болтались обгоревшие куски ткани Лампочки все полопались А на земле, в луже крови, лежал человек Лицо его превратилось в кровавое месиво Черная одежда была запачкана И порвана «Расступитесь!» — скомандовал начальник отряда Толпа расступилась Солдаты взяли тело и поволокли к бронемашине Народ не расходился Все обсуждали произошедшее И хотя бодрая мажорная музыка еще долго не смолкала Мужские и женские голоса еще долго на разные лады Прославляли партию и Ленина Праздник был испорчен Потом подоспела милиция Здание оцепили Людей попросили разойтись В конце концов и музыка смолкла Когда он начал приходить в сознание Первое, что он почувствовал, была жгучая боль по всему телу Болела голова, спина, шея, поясница, живот, грудь Внутренние органы как будто горели огнем Он попытался открыть глаза Правый не открывался вообще Левый немного приоткрылся Он увидел, что лежит на сером бетонном полу В небольшой тюремной камере С такого же цвета бетонными стенами Косой луч солнца падал на пол Из маленького зарешеченного окошка Попытался перевернуться И его пронзила острая боль Остался лежать на левом боку, закрыв глаза Сколько он так пролежал, он не знал Но в какой-то момент щелкнул замок в железной двери Она отворилась, кто-то вошел и громко крикнул Встать! Он попытался пошевелиться, но не смог Встать тебе, говорю Ты у меня за все ответишь, поджигатель Он попытался встать Перевернулся на живот Уперся руками в пол После больших усилий смог встать на четвереньки Последовал удар дубинкой по спине Быстрее! Он попытался распрямиться, но не смог Быстрее тебе, говорю Последовал удар по голове Он потерял сознание В следующий раз он очнулся на больничной койке Теперь он лежал на кровати Голова была забинтована Он открыл оба глаза Оглядел больничную палату Она была небольшой по размеру Койки стояли в ряд На них лежали люди На окнах стояли решетки За полуоткрытой дверью маячила фигура часа Уова В военной форме Вошла медсестра Увидела, что он открыл глаза Очнулся? Сказала она Не то чтобы ласково, но и не строго Какое число? Спросил он Шестое мая Значит, он пролежал без сознания почти неделю У него было семнадцать переломов Несколько дней его интенсивно лечили Он начал вставать и ходить по палате А когда закончились майские праздники Перевели в одиночную камеру И вскоре вызвали на допрос Пожилой следователь С интеллигентным лицом По фамилии Цинцадзе Сидел во главе стола По правую и левой руку от него Сидели другие лица Которые иногда подключались И задавали свои вопросы «Почему вы сожгли портрет великого Ленина?» Спрашивали они «Почему он сжег?» «Слава великому Ленину!» «Слава украшает Христа Бога!» Дерзко отвечал священник «Вы совершили государственное преступление» «А что я сделал?» «Вы сожгли портрет человека Перед которым преклоняются миллионы людей Чуть не подожгли здание Совета Министров Так возьмите меня и расстреляйте там» «Вы это же сделали по заданию церкви?» «Нет, я сделал это самостоятельно» «Назовите сообщников» «Не было сообщников» «Я один все задумал и сделал во славу Христа Распятого и воскресшего» «И вы действительно верите в Христа?» «В то, что Он воскрес?» «Верю» «А вы не верите?» «Если бы Он не воскрес, Зачем был бы мне нужен мертвый Иисус?» «И разве глупыми были те апостолы, Которые приняли мученичество за Христа?» «Ну так покажите нам своего Христа» «Выбросите ваши партбилеты» «Тогда покажу» Постепенно следователи пришли к убеждению, Что перед ними сумасшедший Его стали водить к психиатрам, Но он и тем говорил «Ваш Ленин, бляец мертвый, Кому он нужен?» «Наступит время!» «И памятники вы своими же руками сбросите!» Пока шли допросы, Священник находился в двережском следственном изоляторе номер один В одиночной камере Здесь он мог беспрепятственно молиться Приложив ухо к двери камеры, Охранник иногда слышал монотонное чтение, А иногда громкое пение Иной раз казалось, что заключенный читает что-то по книге, Хотя книг у него в камере не было Когда допросы закончились, Его перевели в общую камеру, Где сидели рецидивисты и воры в законе Те поначалу встретили его враждебно, Издевались над ним, Заставляли его выносить парашу и убираться в камере Но он не только этим не гнушался, Но и сам стал это делать каждое утро Постепенно настроение сокамерников стало меняться, Они прониклись уважением к необычному священнику, Который не побоялся сжечь портрет Ленина на глазах тысяч людей Но не это привлекало к нему, А то, что он интересно рассказывал Разные истории из жизни Христа, Из истории церкви, По вечерам уголовники рассаживались вокруг него, И он начинал свои рассказы За время пребывания в камере Он пересказал им близко к тексту Все Евангелие, Поведал о древних христианских мучениках, О преподобных отцах, Которые жили в пустынях и пропастях земных, Говорил о Боге и Богородице, Об ангелах и бесах Авторитет священнику добавило упоминание о том, Что его родной брат, Умерший в тюрьме несколько лет назад, Был известным вором по кличке Двуглавый. Заключенные очень обрадовались, Когда услышали имя этого популярного В преступной среде воров законе, О котором ходили легенды. Утром и вечером священник вставал на молитву. Поначалу он делал это один, А потом к нему стали присоединяться другие заключенные. Дело дошло до того, Что едва ли не половина камеры Начинала день с молитвы и заканчивала молитвой. Если он видел, что заключенные ссорятся, Он старался их помирить. Несколько раз пытался разнимать дерущихся так, Что и сам получал по голове. Пытался отучить уголовников от матерной брани. И хоть не имел в этом особого успеха, По крайней мере, в его присутствии Они старались не произносить грязных слов. Постепенно он приобрел такое уважение сокамерников, Что если брал в руку половую тряпку, Они выхватывали ее у него со словами «Мы все сделаем, ты только говори с нами». И он говорил. Больше всего говорил о любви. Доброта откроет вам дверь рая. Смирение введет в него. А любовь поможет увидеть Бога. Только в настоящей любви можно увидеть Бога. Так как Бог есть любовь. Его спрашивали, Как этому научиться? Он отвечал, Господь Бог показывает несчастье других Для того, чтобы нам научиться Не быть равнодушными к боли своего ближнего. Если можешь помочь ему, помоги. Если делом не можешь помочь, Хотя бы поддержи, подбодри, помолись с ним. Молитва, вознесенная любовью, Имеет очень большое значение. Этим мы тренируемся в любви И учимся ей. Еще он часто говорил. Человек без любви Похож на кувшин без дна. В нем благодать не удерживается. Призывал любить врагов. Ты должен любить своего врага. Но как можно любить врага Бога? Ты не должен его ненавидеть, А должен жалеть. Вот отсюда пристекает любовь. В любви и счастье человека. Но любви противостоит эгоизм. Эгоистичный человек ничего не раздает. Все хочет только для себя. И даже если обретет богатство, Всего свет все равно не удовлетворится. Он постоянно напоминался камерникам, Что там, где нет любви, там ад. Многое, говорил он, зависит от нас самих. Наше пребывание в тюремной камере Мы можем превратить в ад, Если будем друг друга ненавидеть, Друг с другом ссориться, Друг друга оскорблять. А можем сделать его раним, Если будем жить в любви. Эти слова падали на сердце матерых уголовников, И постепенно, из-под двори, Начинали действовать на них. Что-то человеческое, давно забытое, Пробуждалось в сердцах этих людей, Осужденных о затяжке преступления. Убийство, изнасилование, грабежи. Некоторые даже исповедовались у священника. Но нашлись и недовольные. Они стали жаловаться, Что он не дает им спокойно жить, Занимается религиозной пропагандой. Начались проверки. Священника стали вызывать на допросы, Теперь уже на тему религиозной пропаганды Среди заключенных. Но он и каждый допрос превращал в проповедь. В начале августа его перевели в психиатрическую больницу. Психиатрия в Советском Союзе 60-х годов Нередко использовалась в карательных целях. В Уголовном кодексе говорилось, К лицам, совершившим общественно опасные деяния В состоянии невменяемости, Или совершившим такие деяния в состоянии вменяемости, Но заболевшим до вынесения приговора Или во время отбывания наказания душевной болезнью, Лишающей их возможности отдавать себе отчет в своих действиях Или руководить ими судом могут быть применены Следующие принадлительные меры медицинского характера Помещение в психиатрическую больницу общего типа Помещение в психиатрическую больницу специального типа Священник был помещен в психиатрическую больницу специального типа В ней держали лиц, осужденных за различные преступления Или находящихся под следствием, но признанных психически больными Поначалу больные отнимали у священника хлеб, пытались сбрить ему бороду, но не били его, хотя друг с другом постоянно дрались. Некоторых пациентов он приучил начинать утро с молитвой «Отче наш». Лечение сводилось к тому, что больным вкалывали различные седативные и успокоительные препараты, подавлявшие умственную и психическую активность. Некоторых искусственно усыпляли, и они долгое время проводили без движения. Других привязывали к кровати резиновыми жгутами, иных, наоборот, накачивали возбуждающими препаратами, так что они метались по палате, приставали с разговорами к прочим больным. Были и различные процедуры. Например, пациента могли разбудить среди ночи, положить в холодную ванну, а потом туго заворачивали в мокрую простыню. Когда она высыхала, она сжимала тело со всех сторон и складками врезалась в кожу. Одним из ведущих советских психиатров того времени был Авлипий Зоробишвили, академик Грузинской академии наук, директор Института психиатрии и заведующий кафедрой психиатрии Дбилисского медицинского института. Он пользовался в Грузии большим уважением и имел широкие связи. Он был верующим. Но, как и многие, скрывал это. 15 октября в его квартире рано утром зазвонил телефон. Он сразу узнал голос старого знакомого, католикоса-патриарха всей Грузии Ефрема. «Приветствую вас, Авлипий Давидович. Доброе утро, ваше это Григорий Шивоевич», — поспешно сказал католикос, назвав себя мирским именем. «Доброе утро, Григорий Шивоевич, с прошедшим вас праздником. Благодарю вас, Авлипий Давидович. Чем могу служить? Хотел бы с вами поговорить не по телефону. Найдется у вас время в ближайшие дни. С удовольствием к вам загляну, Григорий Шивоевич. Завтра в 9 вечера вам удобно? Вполне. Вечером следующего дня Зарагишвили подходил к Сионскому собору. Статный, с благородным лицом, густыми бровями и большими пышными усами, он был узнаваемым лицом, поэтому решил прийти, когда уже стемнело. Католикос жил в небольшом двухэтажном здании при храме, где занимал маленькую двухкомнатную квартиру. Одна комната служила кабинетом и приемной, другая — спальней. Врач позвонил в дверь, открыл сам католикос. Врач вошел внутрь, встал по обычаю на колени. Католикос благословил его. После обычных приветствий и дежурных вопросов о здоровье и семье он перешел к делу. Хочу попросить вас помочь одному человеку. Дело непростое. Священник совершил государственное преступление. Ему грозит большой тюремный срок. Но сейчас он находится в психиатрической больнице специального типа. Прошу вас помочь его освободить. А какое преступление он совершил? Сжег протребление Ленина на первомайской демонстрации. Слышал. Слышал об этом. Но это действительно был очень дерзкий поступок, я бы сказал. Немыслимый. Да. И нам всем за это здорово досталось. Меня пять раз вызывал. Уполномоченный допытывался, кто дал ему задание спалить портрет. Но никто ему такого задания не давал. Он сам задумался. Он вообще с большими странностями. Ни на одном приходе, куда я его назначал, не прижился. Везде возникали конфликты. А вы... Замялся психиатр. Вы уверены, что он вам нужен на свободе? Не подведет вас под монастырь? Не уверен. Но... Тут уже замялся католикос. Со мной вчера произошел необычный случай. Даже не знаю, как вам об этом рассказать. Я служил в Свете Схавелле. Было много людей. И вот прямо во время литургии я услышал голос. «Сделай все, чтобы освободить Гавриила. Он мне угоден». Это был голос Пресвятой Богородицы. Зурабишвили внимательно слушал. «Не сочтите меня за психически больного», — сказал католикос с улыбкой. «Я никогда не слышу голоса. Это было что-то совершенно особенное. Я потом весь день об этом думал и всю ночь не мог уснуть. Поэтому прошу вас помочь». Знаменитый психиатр молчал. После долгой паузы он сказал, «Это будет очень непросто». Случай получил широкую огласку. «Вы сможете в случае освобождения спрятать его в какой-нибудь монастырь?» «Не уверен. Представьте, что человек, который сжег подряд Ленина, будет гулять на свободе. Как это будет воспринято?» Теперь католикос молчал. У него не было ответа. «Ваше святейшество и блаженство, я попробую сделать, что смогу, но пока ничего не обещаю. Еще раз повторяю, случай очень сложный. Благодарю вас, Авлипий Давидович». Личное дело Урги Бадзе Гадерди Васильевича, которое легло на стол главному психиатру Грузии, было весьма внушительным по объему. Оно содержало его автобиографию, фотографию, справку об инвалидности, различные справки от психиатров, протоколы допросов его самого и свидетелей. Многочисленные странности Урги Бадзе были ярко представлены в этом личном деле. На допросах он вел себя дерзко, призывал следователей уверовать во Христа, говорил им об ангелах и бесах. Много и охотно рассказывал о своей жизни. Например, отвечая на вопрос следователя о том, имел ли он контакты с представителями иных конфессий, рассказал «Однажды я надел колобук, накинул мантию и пошел в синагогу. При входе висел большой портрет Моисея. Приложился. Присутствовавшим понравилось. Моисей был великим пророком, и я почитал его. Зашел туда, где читали Тору. Их было мало, и они с удивлением смотрели на меня. Я начал проповедовать Евангелие. Когда поминал о Христе, позвали своего старшего. Он пришел, но не стал меня прерывать. Потом пригласил в свой кабинет. Он внимательно и с интересом слушал то, что я проповедовал о Христе. Потом поблагодарил меня, и мы расстались». Далее он рассказывал, как его радушно встретили в мечети. Пригласили к себе, и он проповедовал о любви. А вот баптисты были недовольны его появлением. Позвали своего пресвитера, и он выгнал его. Необычность и экстравагантность поведения священника отмечалась в показаниях свидетелей. Он мог выйти в город босиком, идти по улице, подходить к незнакомым людям и заводить с ними речь о Христе. Мог зайти в кафе, увидеть курящих женщин, подойти к ним, попросить сигарету и сделать затяжку, а потом еще и подмигнуть им. Мог заглянуть в пивной бар, подсесть к незнакомым людям и начать с ними разговаривать. В Сионском соборе, где он часто появлялся, его считали юродивым. В ряде свидетельских показаний упоминалось, что священник любит вино, и от него часто пахнет вином. Одному из очевидцев он говорил, «В меру принятое вино – самый большой профессор. Оно, как хороший хирург, безболезненно открывает сердце и привносит в него любовь». Отчеты о собеседованиях с психиатрами рисовали любопытную клиническую картину. Вел он себя на этих беседах обычно спокойно, никаких признаков психоза или мании выявлено не было. Но говорить он мог только на религиозной теме, и каждый вопрос врача превращал в повод для проповеди. Одного психиатра он получал. «Праведный человек перед Богом стоит, как лев. Он не боится, потому что знает, что он прав. Бог любит такого человека. Он брат Христа. К нему Господь относится как к кровне. Сначала они рабы Божьи, потом сыновья Божьи, потом братья». Другого психиатра, женщину, он стал учить, как надо готовить ребенка к крещению, хотя она спрашивала совсем о другом. До того, как покрестишь младенца, положи рядом с ним в постель крест. Младенца надо крестить в срок от 8 до 40 дней с момента рождения. Если младенцу грозит опасность, то можно крестить и раньше. Если ребенка в 40-дневный срок не покрестили, и с ним что-то случится, перед Богом будут за это отвечать родители. При чтении документов создавалось отчетливое впечатление, что человек не является психически больным, а просто у него очень своеобразное поведение, и каждый повод он использует, чтобы поговорить на религиозной теме. Известному психиатру, завершавшему работу над книгой «Проблемы психологии и патопсихологии личности», даже захотелось встретиться с пациентом Ургебадзе, чтобы, может быть, описать его случай в своей монографии. Но он быстро пресек это желание, решив, что его участие в судьбе такого необычного пациента не должно быть заметным. Дальше он действовал через главврача городской психоневрологической больницы, который был его учеником. Пригласил его к себе, и без обиняков сказал, что случай особый, и дабы спасти человека, надо подтвердить ранее поставленный ему диагноз – шизофрения. При этом заключении описать его как человека, не представляющего опасность для общества, но склонного к религиозной экзальтации. 19 ноября 1965 года иеромонаха Гавриила Ургебадзе выписали из больницы. В медицинском заключении был поставлен следующий диагноз – психопатическая личность, склонная к психозным состояниям, подобным шизофрении. Больной утверждает, что во всем плохом, что происходит в стране, виноват дьявол. В 12 лет начал ходить в церковь, молился, приобрел иконы, изучил церковную письменность. В 1949 году был призван на военную службу. Даже находясь в армии, свободное время проводил в церкви. Далее в справке описывалось, как больной Ургебадзе 1 мая 1965 года в день демонстрации сжег большой портрет Ленина, который висел на здании Совета Министров. После допроса заявил, что сделал это потому, что там должно висеть изображение распятия Христа, что нельзя обожествлять земного человека. Возникло подозрение о его психическом здоровье, поэтому был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Результаты экспертизы были изложены так. У больного нарушено восприятие местонахождения, среды, времени. Бормочет невнятно низким голосом, верит в существование небесных сил, Бога, ангелов и т.п. Основная тема его разговоров — мир создан Божией благодатью. В отделении держится обособленно. Если кто-то вступает с ним в беседу, он непременно напоминает о Боге, ангелах, об иконах. Выйдя на свободу после 7 месяцев пребывания в тюрьме и психиатрической больнице, и романах Гавриил пришел в Сионский собор. Там его встретили с удивлением, не верили, что после сожжения портрета Ленина он мог вновь оказаться на свободе. Но служить ему теперь не разрешали. Ни в троицком храме, где он служил до того, ни в других храмах грузинской церкви. Долгое время он жил на кладбищах, дни и ночи проводя среди могил и питаясь подаянием. В Грузии поминальные трапезы часто устраиваются на кладбищах. Родственники, приходившие с приношением в память о своих близких, угощали его. Некоторые сами подзывали и подавали. К другим он шел и просил еду. Хотя тунеядство и нищенство в Советском Союзе были уголовно наказуемы, Гавриила никто не трогал, так как у него была справка из психбольницы. Все знали, что есть такой душевнобольной монах, который скитается по кладбищам и питается подаянием. А еще он часто посещал закрытые, заброшенные или разрушенные храмы и совершал в них литургию. В таких походах его обычно сопровождала небольшая группа мирян. Приходили поздно вечером, молились всю ночь, а наутро расходились, чтобы не привлечь чье-либо внимание. Совершив литургию на развалинах храма, он говорил, «Здесь, над этим фундаментом плачет ангел-хранитель храма, потому что никто не приходит сюда молиться, наши молитвы дойдут до Господа, и наполнится вся Грузия церквями, монастырями, истинными священниками, монахами». 13 октября 1971 года, накануне престольного праздника Кафедрального собора Святицхавели в Амцхете, он пришел в этот собор в надежде, что сможет причаститься на службе. Вечером он молился в храме, а под утро увидел сон, стоят в алтаре католикос и священники, готовятся к совершению литургии, и вдруг подходят к католикосу Иисус Христос и Пресвятая Богородица, и говорят, «Только от него примем жертву». Им показывают рукой на Гавриила. Он проснулся, утешенный, и отправился в храм. Там его уже поджидали, и подиаконы католикоса, «Иди скорее, Святейший зовет». Он подходит к алтарю, католикос стоит и испуганно смотрит на него, «Может быть, тоже что-то увидел во сне?» Католикос спрашивает, «Ты готовился к причастию?» Иеромонах отвечает утвердительно. Тогда католикос говорит настоятелю собора, «Дай Гавриилу облачение, пусть войдет в алтарь и служит вместе с нами». После этого случая Иеромонаху Гавриилу суждено было прожить еще почти четверть века. Он стал духовником женского монастыря Сан-Тавро, а в конце 80-х, когда церковь обрела свободу, исполнилось то, о чем он долгие годы молился. Грузия наполнилась церквями, монастырями, священниками и монахами. К этому времени он стал одним из самых почитаемых в Грузии старцев. При этом навсегда сохранил свой особый образ поведения, граничащий с юродством. Он, например, садился за стол возле Сионского собора, требовал, чтобы принесли вино, смеялся, благурил, рассказывал разные истории своей жизни, причем даже о пережитых скорбях и испытаниях говорил в шутливом тоне. О сожжении портрета Ленина, в свое время наделавшем много шума, он вспоминал так, будто это был какой-то комичный эпизод. Обладая незаурядным артистическим даром, показывал, как пробрался через толпу, миновал милицейский кордон, подкрался к зданию Совета Министров и облил низ портрета Керасином. С особым удовольствием рассказывал, как лопались лампочки вокруг портрета. «Если бы вы видели, как они лопались!» «Пух, пух, пух, пух!» «Только ради этого стоило это сделать!» В начале 90-х он стал свидетелем того, как демонтировали 18-метровый памятник Ленину на главной площади Тбилиси, а вслед за ним и другие памятники коммунистическим деятелям. Многие портреты вождя мирового пролетариата были сожжены, другие разрезаны на куски или уничтожены иным образом. Тогда же один монах из Америки, посещая отца Гавриила, спросил его, «Правду о вас говорят, будто вы сожгли портрет Ленина?» «Да», — ответил он. «Но почему?» «Я пастырь, и Бог доверил мне заботу о его овцах. Они воздвигли идола и хотели, чтобы люди поклонялись ему. Это тип антихриста, похожий на человека или больше на зверя. Коммунисты хотели воздать ему почести, принадлежащие только Богу. Я не мог допустить, чтобы это продолжалось». Вскоре после его смерти, а умер он в 1995 году, на подступах к монастырю Сан-Тавров встретились двое старых знакомых. Один врач-психиатр, ученик покойного Авлипи Зоргишвили, другой священник, оба лично знали отца Гавриила, и разговор, естественно, зашел о нем. «Скажи честно, ты не думаешь, что у него были какие-то психические отклонения?» — спросил священник. «Не знаю. Может, и были», — ответил врач. «Но больше это похоже все-таки на юродство. А я не уверен, что его можно назвать юродивым. Почему?» «Юродство — это когда человек надевает на себя личину безумия, чтобы скрыть свои домродетели. А отец Гавриил во всех своих проявлениях был абсолютно искренен. Он никогда не лицедействовал, не надевал на себя какую-то личину. Всегда был самим собой и поступал так, как в каждый конкретный момент подсказывала ему совесть. Тогда что это было, если не юродство?» Мне кажется, он был скорее подобен древним пророкам, чем юродивым. Он был одержим пророческим вдохновением. Оно влекло его то в монастыри, то на кладбище, то на развалины заброшенных храмов, то к портрету Ленина. Пророки сокрушали идолов, и он пытался бороться с идолпоклонством своего времени. Его голос был глазом вопиющего в пустыне. Его единичные акции не могли изменить в целом положение в стране. По человеческим меркам его поступки часто были безумными, но через этого безумца с людьми говорил Бог. Они вышли в монастырь и направились к могиле старца. Перед ней выстроилась очередь людей разного возраста. Каждый, кто подходил к могиле, становился на колени, клал обе руки на землю и горячо молился. Потом вставал и уступал место следующему. И так продолжалось в течение всего времени, пока двое друзей находились там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok